Всем привет, с вами профессор Гуглов. Многие люди подолгу не могут заснуть ночью, часами размышляя о вечном или о мухе на потолке. Я тоже мучился от бессонницы, пока не обучился специальной технике дыхания, которая помогает мне заснуть в течение минуты. Не поймите меня неправильно. Эта техника не анестезия, вырубающая с первого удара и наповал. Она требует длительных и постоянных тренировок, чтобы выработать в теле рефлексы на успокоение. Как бы то ни было, даже новичкам эта техника поможет снизить стресс и сократить время засыпания. Для начала поместите кончик вашего языка на небо, на выступ за передними верхними зубами. Потом с закрытым ртом вдохните через нос на 4 счета. Задержите дыхание на 7 секунд и затем громко выдохните, издавая свистящий звук. Внимательно следите за языком, он всегда должен быть на месте. Без перерыва повторите это упражнение несколько раз. В этой технике скорость дыхания не важна, главное это сохранять пропорцию этапов 4-7-8. Вдыхайте на протяжении 4 секунд. Задержите дыхание на 7 секунд. Выдыхайте в течение 8 секунд. Расслабьтесь. Эффект расслабленности и покоя, вызываемый этим упражнением, со временем и практикой значительно усилится. Доктор Эндрю Уэлл, профессор и автор бестселлеров, говорит, чтобы извлечь наибольшую выгоду из этой техники, надо выполнять это упражнение хотя бы 2 раза в день в течение 8 недель. Через месяц после начала тренировок упражнение следует выполнять 8 повторений. Эта техника применяется для снижения стресса, беспокойства и даже желания покурить и съесть что-нибудь вредное. В следующий раз, когда что-то вас расстроит и попытается сбить с ног, остановитесь на секунду. Расслабьтесь. Выполните упражнение и только потом реагируйте на эту ситуацию. Вы будете удивлены своим спокойствием и ясностью мысли. Как уже было упомянуто, эта техника помогает еще и быстро заснуть ночью. Причины подобного эффекта простые. Как все мы знаем, во время волнения наше дыхание учащается, однако это работает и в обратную сторону. Часто и поверхностное дыхание может вызвать чувство стресса. Кислород, конечно же, необходимая составляющая здорового тела и ума, однако также важно еще и как мы дышим. Как и все в этом мире, эта техника требует времени и практики для достижения наивысших результатов. Но если вы готовы посвятить всего минуту в день на выполнение этого упражнения, вы будете поражены. Насколько легко можно контролировать свое эмоциональное состояние. На этом у меня сегодня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся!